Девушки отдыхают Мы авторы путевых очерков Мне нравится культурный аспект путешествий А мне опасные рискованные приключения Джулия Даймон, Робин Эсрек Главное найти истории, которые вдохновляют И которые будут продаваться О чем не напишут в путеводителе по Таиланду Бангкок Турист, только что сошедший с трапа самолета И оказавшийся здесь Скорее всего задастся вопросом Куда я попал? Здесь очень много всего Ловушки для туристов на каждом шагу Каосан Роуд Вегас для туристов Каосан Роуд Испытание для ваших органов чувств Здесь есть все, что нужно туристу Дешевая одежда, дешевая еда Да, все Длинные узкие проходы рынка предлагают Все, что только может соблазнить туристов От пиратских DVD и дешевых фирменных вещей До украшений Нет, спасибо Здесь можно купить даже оружие Но в любом случае придется поторговаться Сколько? 250? Возмутительно Хаотичная, сумасшедшая, беспардонная улица Каосан Роуд После знакомства с одним из самых населенных городов планеты Мы направляемся в Чанг-Май Крупнейший город северного Таиланда Встреча с новым неизбежна во время путешествий Каждый раз новые слова, новая валюта, новые вкусы Таиланд предоставляет бесконечные возможности для подобных открытий Продукты с рынков Таиланда Испытания неискушенного едока Жучки Вкуснятина, напоминает гусеницу Это бамбуковый червь Лягушонок Лягушонок и ужасное насекомое Робин, выбирай, я плачу Ты всегда меня водишь в лучшие рестораны Это да, два таких, и пожалуй, два вот таких И еще пакетик таких, и вот эти возьмем Даже гуакамоле аппетитнее, чем внутренности насекомых Отрываем одну лапку, другую По моему опыту, у экзотической пищи бывает два вкуса Курицы И грязи Мне нравится курица, и грязь особенно сырая с плесенью Просто обожаю Это тоже? Не покидай меня Не отрывать? Не уходи Готов? Это вкусно Ну давай Поехали Они хорошо прожарены, и в них полно полезного белка, но все же это насекомые Таких мы обычно накрываем стаканом и выбрасываем в окно Они Хрустящие Промасленные И скользкие Что такое? Эта тварь пытается выбраться назад, у нее же есть лапы Правда? Это было ужасно, отвратительно, кошмар Ладно, второй раунд У нас один жук Неважно, что это, спонтанный перекус с насекомыми или запланированные уроки Путешествие дарит возможность узнавать новое непосредственно из первоисточников Я в Таиланде, и обожаю тайскую кухню, и у меня возникла идея для истории Кому-то во время отпуска нравится заниматься пешим туризмом Кому-то валяться на пляже, а кому-то учиться Например, танго в Аргентине или йоге в Индии А кулинарному мастерству лучше всего учиться в Таиланде Во-первых, тайская кухня одна из лучших в мире Во-вторых, здесь есть десятки кулинарных школ Здравствуйте Здравствуйте, я Тим Я Робин, очень приятно Взаимно Хозяйка моей гостиницы Кончана Убол Сутванич, или просто Тим Возглавляет кулинарную школу Као Хом Получай съезды от Сингмая Для начала приготовим огуречный гарнир Огуречный гарнир? Знаете, обычно я занимаюсь другим Я сумасшедший, я пишу сумасшедшие статьи И вот мне захотелось попробовать что-то новое Мне опасно давать острые ножи Запомните это Так Получается хорошо Я вообще-то умею готовить Мама дала мне тетрадь, в которой написала рецепты всех моих любимых блюд Я следовал всем ее указаниям, так и научился готовить И мне нравится этот процесс А это просто для красоты Очень красиво Это кориандр Вот чему мне не помешает поучиться, так это сервировки Потому что когда я готовлю, я думаю только о том, как бы поскорее съесть приготовленное К еде в Таиланде относится серьезно В каждом приеме пищи должен быть баланс Должны присутствовать соленые, острые, кислые и сладкие блюда А сервировка должна быть на уровне искусства Если бы я дарил девушкам на свиданиях цветы из моркови, думаю, они бы тут же предложили мне руку и сердце Сами Спасибо Вид не для слабаков Босые ноги ступают по бетонному полу На боксерских грушах видны следы ударов и дыры Груши напоминают растрепанные пугало зимой В воздухе запах тестостерона У тайских боксеров накаченные загорелые тела Тайский бокс или муай-тай соединяет черты обычного бокса и кикбоксинга Это суровый спорт, для которого нужны тренировки, способности и дисциплина Как только я вошла в зал, мне сразу стало ясно История получится отличной, очень энергичной Здорово, что здесь тренируются и женщины Могу представить себя на их месте Чангмай – настоящая мека для любителей муай-тай Сюда и приезжают путешественники, жаждущие узнать об этом спорте побольше Такие, как я Почему же туристы со всего мира для занятий тайским боксом приезжают именно в Чангмай? Чангмай так популярен, потому что это место еще не стало коммерческим Здесь можно познакомиться с настоящим Таиландом Да и цены невысокие Отлично, значит я по адресу, правда? Конечно Замечательно Чангмай – мека тайского бокса Здесь десятки школ, где могут тренироваться как местные жители, так и приезжие Это не только национальный спорт, но и отличный способ привести тело в форму Пора надеть шорты Мы в боксерском лагере Лана Это один из крупнейших лагерей Северного Таиланда, известный и за пределами страны Начинаем с разогрева Через скакалку тут прыгают не только девочки Отлично и каждый раз пытаюсь ускоряться Это модно и полезно для фигуры Ногу вперед по направлению к противнику, руки защищают голову, они должны быть на уровне бровей Что ж, первый пот с меня сошел и мышцы разогрелись, я готова начать Вы только понюхайте Вкусная еда и готовится быстро Школа Тим – отличное место для путешественников, которым нравится проводить время в прекрасном саду с заготовкой тайских блюд Рецепты меняются ежедневно Тим – прекрасная учительница с чувством юмора Пришло время вок-н-ролла Увлечение кулинарии очень популярно в Чангмайе Многие приезжают сюда, чтобы приобщиться к этому Результат оказался лучше, чем я ожидал Я решил сравнить две разные школы Я отыщу в городе еще одно подобное заведение И может в итоге у меня получится вкусная история Превосходно, очень вкусно Замечательно Спортивные тела и грубая сила И все в шортах и из полиэстера От одного только пребывания здесь у меня подскочил адреналин Для начала я хочу познакомить тебя с Нюком, твоим тренером Хорошо, привет, Нюк Он живая легенда Я познакомилась с Нюком Невысоким, но накачанным парнем, которого хорошо знают в мире муай-тай Ну что, ты готова? Еще как Нюк бывший чемпион Сейчас он тренирует новичков Не опускай руки Не опускаю Меня учат лучшие из лучших Раз, два, три, назад Раз, два, три, удар Руку держать? Да И удар Только потом удар? Вечно я бью не вовремя Назад, назад Раз, два, нет Нет, нет О, нет Держи равновесие Я плохая ученица, постоянно теряю равновесие Шаг, шаг Назад, назад Назад, назад, назад Вперед Мне уже хочется вступить в настоящий бой, но до этого еще далеко Мне не хватает навыков Нужно много терпения, чтобы уяснить все нюансы, необходимые для схватки Терпением Опусти подбородок Хорошо Хорошо Капли пота стекают по моему лицу И я представляю, как скачу на ринге перед разгоряченной толпой фанатов Как стайский Мохаммед Али Давай, давай Ну вот, кое-что получается Адреналин зашкаливает Я научилась делать джеб, апперкот и удары ногой Это было великолепно, огромное спасибо Он настоящий талант Теперь я хочу поселиться здесь на месяц и тренироваться Через месяц я уже буду в форме, правильно? Буду, как тот парень Таких мышц вы нигде не видели Когда я пишу, мне хочется, чтобы читатели видели, как я погрузилась в процесс Потому что каждый может прочитать статью в интернете, а потом пересказать ее своими словами Я стараюсь сама участвовать в том, что описываю У меня получилось Посмотрите на мои мускулы Впечатляет, да? Кулинарная академия Чили Клаб находится в бюджетной гостинице, популярной среди туристов Мы отправляемся на местный рынок за ингредиентами Идем на рынок за едой Чувствую себя немного женщиной Сколько вы уже этим занимаетесь? Расскажите мне Уже 9 лет 9? Кучу людей уже, наверное, научили готовить Нетипичная для меня история, слишком пассивная Но все-таки брать уроки и чего-нибудь стало модным среди туристов Мы на рынке и сейчас закупим все ингредиенты Вот этот продукт самый аутентичный Это как зеленый лук Нашего инструктора зовут Виссут Потрясающий мужчина с запасом интересных историй и дикцией проповедника Баптиста Разбавленный тайским акцентом Слова мистера Виссута порой трудно разобрать, но его энтузиазм хлещет через край Это кориандр или китайская петрушка Потрогайте, понюхайте экран Вот яйца Уже за один вид и запах можно брать плату Мистер Виссут показывает нам, что есть что и как выбрать лучшее Устричные грибы, 50 батов за кило Это недорого Они сушат кокос каждый раз, когда мы приходим Это паттай, рисовая лапша Рисовая лапша, паттай Мы возвращаемся с полными корзинами и ароматом лайма и базилика на руках Есть много методов преподавания кулинарного мастерства Для каждого найдется свой, это как найти свой отель Получается чудесная история, я могу сравнить две школы Я рад, что у меня есть возможность поглядеть на обе стороны кулинарной медали А так задница кажется больше А что за профессия такая, писатель-путешественник? Что за профессия? Ну, ты путешествуешь и... Меня постоянно спрашивают о работе, пытаешься пробиться в газеты И мне нравится о ней рассказывать Ведь пусть это и не самое простое занятие, но одно из самых лучших в мире Вот так-то Мы нарезаем овощи, ведем обычные разговоры, узнаем, кто откуда приехал и куда собирается Все порезано И перемещаемся к плите Смешиваем с курицей, добавляем лапшу Добавляем лапшу Мы готовим лапшу под тай, и это круто, потому что именно ее я и ем, когда приезжаю сюда Слегка обжариваем на сильном огне и снимаем с плиты Где моя тарелка для яиц? Почему у тебя получилось так красиво? Ты перестаралась? Да Я еще больше зауважал лапшу под тай Посмотрите на эти ингредиенты Теперь добавляем зелень и курицу Секретный ингредиент, благодаря которому лапша такая вкусная, это тамариндовый соус Хорошо Эта школа не такая современная, обучение тут дешевле и по карману путешественнику, но уровень профессионализма ничуть не ниже А вы попробуйте Две разных школы предлагают два разных подхода к готовке блюд тайской кухни Мы назвали это Эль Дьябло Неважно, каков ваш бюджет, умение готовить тайские блюда останется с вами навсегда В отличие от загара Это будет отличная статья Не побоюсь этого слова, вкусная Я одолел тайский перец чили Все эти бананы мы купили для слонов из заповедника Вот это мешок Слоны – одни из самых привлекательных животных на планете Спокойные и величественные Сильные и преданные Людей необъяснимо тянет к ним Заповедник организовывает безопасные встречи со слонами Туристы могут поближе с ними познакомиться И никакой жестокости Привет, леди Привет, Буш Вот это размеры Слоны – одни из крупнейших существ на планете Страшновато находиться рядом с животным, которое может легко сломать тебе позвоночник Вот здесь мы кормим слонов После еды они идут на пляж и там купаются И это, где они готовят все слоны Оооо, он преследует Колючий В отличие от многих туристических местечек В этом парке нельзя кататься на слонах Здесь нет фокусов или цепей Это приют для рабочих индейских слонов Многих из которых спасли от жестоких хозяйств Как же абсурдно с нашей стороны жестоко обходиться со слонами Морить их голодом, издеваться над ними Над одними из самых эмоциональных существ на планете Серая плотная кожа Черные волоски и твердые, как зубочистки Большие глаза орехового цвета словно сверлят во мне дыры Будто бы на меня смотрит старик, который молчит, потому что уже знает все на свете Глядя на то, как они мирно перекосывают, трудно вообразить, что у них за плечами тяжелое прошлое Я только что положил лакомство ему в рот Давай, это круто Держи, да Я стараюсь сделать так, чтобы мне самому было интереснее писать эту статью Это заезженная тема, потому что это место безумно популярно Надо бы подумать, как получше представить мою историю Если об этом уже писали, может сосредоточиться на самих слонах Может написать о слоне так, будто это человек И чтобы только в конце статьи стало ясно, что имелся в виду слон Как тебе? Интересно Родился в 1962-м, прожил незаурядную жизнь, пострадал во время гражданской войны А что это интересно? Слонам пора принять ванну Поэтому мы все вместе идем к мутноватой реке Мэйтэнг Сегодня я искупаю слона Все когда-то бывает в первый раз Еще воды, еще за уши лей Взяв щетку и ведро, я поливаю дамба водой и тру его Это не цирковые артисты, выдрессированные на потеху публики Мы в реабилитационном центре для слонов, пострадавших от человеческой жестокости Это уникальный опыт, а не просто снимок на память Да, вот оно, пятно Стой, где стоишь Готов? Иди, иди туда Я знал, что ты так со мной поступишь Но учти, тебе придется ответить Ладно, все ты победил За работу, бедняга, заждался душа Есть много мест, где можно поближе познакомиться со слонами Но там этих животных, как правило, используют А здесь со слонами можно пообщаться, помыть их Вот так здесь все и происходит У меня на щеке слоновьи сопли Липкие остатки нежного поцелуя Милашка Целых три леди Этот слоненок ласковый, как щенок Зацеловал мне все лицо, пока я стоял в воде Это пупия А сколько ему? Два года У слонов сложные отношения друг с другом Неудивительно Полегче Группа волонтеров наблюдает за спасенным из канавы слоненком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Малыша спасли всего несколько дней назад Он споткнулся и упал в канаву А нашли его только утром Мама его бросила, поэтому слона приходится кормить из бутылочки Все эти люди добровольцы Сделайте что-нибудь полезное во время отпуска Например, помогите слонам Это уникально И, безусловно, проводить время так гораздо полезнее, чем пойти в зоопарк или в парк слонов Глядя в глаза слонов, я понимаю, что мы, туристы, тоже причастны к эксплуатации этих животных Я больше никогда не буду кататься на слонах Путешествовать надо в согласии с совестью Я сижу у реки, смотрю на горы и закат Одинокий Махаут трет своего подопечного в неспешных водах Слон заваливается на бок, превращаясь в островок Какая редкостная и нежная игривость По природе своей я не фанат животных Люди приходят сюда, чтобы просто познакомиться со слонами, а после понимают, что искренне их полюбили Вот так Таиланд меняет людей Спасибо Можешь поносить её Ты самый настоящий модник Ну ладно, всё, спасибо Спасибо Модник ещё какой